Слава Господу, братья и сестры, за сегодняшний вечер, за то, что Господь сегодня дал нам. Действительно, вот это прекрасное время, когда мы можем читать, размышлять, молиться. И вы знаете, что сегодня много людей не выбирают эту позицию, да, этот выбор они не делают. Сегодня для людей как-то, вот знаете, как-то отягощает их собрание Божье и находиться среди Божьего народа, но что-то их привлекает и тянет сильнее того, чтобы сегодня находиться здесь. Но я не хочу сказать, что, как бы сказать, мы чем-то можем быть лучше, как бы, да, ну скажем, или лучшими, но мы всегда можем быть Божьими, мы можем быть настоящими, понимаете. И вот это вот очень важно для Господа сегодня. Почему? Потому что много есть духов, которые сегодня обольщают верующих людей. Очень много. И апостол Павел тому учит своего ученика, помощника Тита. Он наставляет его, чтобы он так и учил народ Божий. Так и учил народ Божий. То есть пастырские послания, которые направляются в жизни этих людей, Тимофея, Тита, как бы, да, вот этих людей, которые занимают определенные духовные, знаете, действования, действуют и работают в церкви, работают с людьми. И для апостола Павла очень важным было сказать некоторые слова, которые хотелось прочитать вот в этот вечер каждому из нас. Это послание к Титу, вторая глава, вторая глава. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старецы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых людей любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». То есть, вот знаете, вот когда берешь вот эти вот слова апостола Павла, то понимаешь, что враг – это не человек. Понимаете, да? Вот это действительно так. И порой, когда наблюдаешь, когда мы ищем себе врагов и делаем этих врагов именно, как бы сказать, из людей, то порой именно, когда ты читаешь здесь, то четко понимаешь, что есть духи, которые обольщают. Кого обольщают? Написано, что старцы, какие они должны быть, бдительные, да, написано, чтобы они были степенны, целомудренны. И вот я хочу сегодня подчеркнуть это слово одно, которое много раз во всех повторяется. Какое слово? Целомудренны. Помните, это слово касается каждого из поколений. Интересно, но очень важно, знаешь, когда читаем Слово Божье, то вот сегодня, знаешь, вот коснуться этой мысли, о чем хотелось бы в этот вечер помолиться. Чтобы мы поняли вообще слово, что такое целомудренность. Вы читали это слово? Размышляли над ним, что это такое? Чего оно касается вообще? Вот знаете, для себя я, например, я вот четко могу дать понимание, это что-то целое. Это что-то не разорванное по частям, а оно цельное, и когда ты смотришь на него, тебе понятно и приятно, что происходит в этой жизни. Когда эта жизнь, она как-то вот, знаете, как-то вот эта та сторона, вот такая сторона, вот это то, и вот как-то оно так разорвано, наляписто, как-то тяжело понять, что же происходит в этой жизни. То вот, знаете, я хочу прочитать, я хочу прочитать то, что я выписал, то, что я нашел, и то, что относится именно к целомудрию, о котором апостол Павел говорит, и к юношам относится, и к старцам, и к старицам, и вообще говорит, говори об этом. То есть о глубине здесь, о многом говорится, я хочу сегодня коснуться одной мысли, целомудрия. Я хочу вам сказать, для меня целомудрие это быть настоящим, настоящим, такой, какой ты есть, чтобы ты не прятался, чтобы ты был такой, какой есть, когда ты сегодня здесь, когда ты вместе. Потому что, знаешь, противник написано, что он может иметь, как бы, клевету на некие действия, которые скрываются, на некие действия, которых многие не знают. И вот здесь, смотрите, что такое целомудрие? Это непорочность, непорочность, девственность, нравственная строгость или чистота. Целомудренный, сохранивший себя в девственной и брачной чистоте, ведущий жизнь в браке чисто. Целомудрие, это я взял из разных источников, чтобы мы просто подумали, вот послушайте, уклонение от всякого рода блудных дел. Целомудрие, уклонение от сладострастных бесед и чтения, от произношения сладострастных, скверных и двумысленных слов. Целомудрие, это скромность, это скромность, когда твой язык, он за зубами находится, когда ты не даешь ему выйти оттуда лишний раз, понимаете, чтобы о тебе не подумали, кто ты. Знаешь, почему? Потому что, действительно, Господь, Он предусмотрел некие процессы. И апостол Павел, предвозвещая, он напоминает и говорит, что в жизни таких людей эти вещи могут быть. Но иногда кажется, слушай, как бы вот, ну, уже в возрасте люди, и действительно, а что их может там держать так? А знаете, а как скажите, а грех влияет ли на возрастные категории? Или уже там все, победили, все спокойно, лукавый не искушает, не обольщает, духи не приходят, как бы не говорят какие-то вещи. И вот смотрите, начало целомудрия, ум, не колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний. Совершенство целомудрия, к чему вообще каждый из нас идет, это чистота, созерцающая Бога. Знаете, вот, чистота, когда ты, я понимаю, когда в молодости, и Он также говорит о юношам, о целомудрии юнош, почему? Потому что помните, юноши похотей убегай, почему? Будут искушать, они нацелены на это, в твоей жизни такое будет происходить, но тебе нужно сохранить эту чистоту пред Господом. В частности, чистота, она должна быть в нашем общении, чистота в наших действиях, в отношении к церкви, к окружающим людям. Это чистота необходима. И апостол Павел, смотрите, буквально второй стих написано, целомудрены. Потом идет дальше, где он говорит о мужьях, о женах. Пятый стих, чтобы учили быть целомудренными. Шестой стих, юноши также увещевай, быть целомудренными. И когда мы действительно вот читаем это, мы четко понимаем, что что-то здесь очень важное. Это как бы вот то, что Бог сегодня наставляет и наставляет каждого из нас. Это невозможно, знаешь, как бы сказать, с годами получить даже. Это невозможно, знаешь, что вот ты как бы сколько лет ходишь в церковь, и, скажем, у тебя это должно быть неотъемлемо, над этим нужно работать. Чтобы быть настоящим сегодня, чтобы быть честным перед Богом и перед людьми, чтобы это было по-настоящему, знаешь, чтобы Бог это оценивал. Это нужно, знаешь, для себя поставить такую задачу. Это просто, знаешь, внутри себя ты принял решение, и ты говоришь, Бог, я буду держаться этого решения. Ведь действительно сегодня Лукавый искушает наших молодых детей, искушает именно, знаешь, нас как молодых. Он искушает и подкидывает, и у него все профессионально стоит. Поэтому у него для чего он это делает? Чтобы посрамить, чтобы опозорить и сказать, посмотри на него. То апостол Павел, он говорит, смотри, увещевай, показывай это здравое, это учение, чтобы оно дошло до них, что они не просто перед людьми ходят. Что они не просто там одели пиджачок красивый, штанишки, погладили рубашечку, погладили и пришли. Что у них должна быть внутренность, в первую очередь, такая, как и внешность. Что у них должны быть мысли, такие же, как и внешность, да, как они внешне выглядят красиво и опрятно, так и внутри их должна быть та же самая правильное состояние. Почему? Потому что именно это правильное состояние и будет отвесом. Отвесом. И смотрите, совершенное целомудрие. Помните, чистые сердцем, да, чистые сердцем Бога узрят. Почему так? Потому что именно это решение приходит внутри человека. Никто этого не подарит нам, братья и сестры. Никто нам не преподнесет эту чистоту, если мы сами об этом сегодня целью не поставим в своей жизни, чтобы, опасаясь каких-то действий и опасаясь, конечно же, последствий этих действий, мы бы, ну, реально бы внутри себя так решили. Если мы сегодня рассуждаем и, как бы, есть такие, знаете, даже общения, и люди сегодня, знаете, вот приходят на общение, там, разбор слова, там, почитать вместе, то они один раз приходят порой. Разные люди приходят один раз, и люди говорят, слушай, почему так? А я, знаете, сижу и говорю, вы знаете, в последнее время у людей, у людей нету жажды по Слову Божьему, чтобы это наслаждало их внутри, радовало их, знаете, как несметное богатство, как что-то такое, знаете, прекраснейшее, что-то дорогое, такое неподкупное. Знаете, вот, ну, сегодня жаль, но так порой происходит. И вот смотрите, что написано в Римлянам 1 главой, 21 стихом, я хочу подчеркнуть. Иногда, возможно, вы читаете эти слова и думаете, что это возможно каким-то неверующим людям, может быть, людям, которые находятся где-то на проблемных путях, но я хочу сказать, что это писание обращено к каждому из нас. Римлянам 1, 21. Но, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, какая причина? Боже, они же познали, какая, что там между тем и этим, какой вот этот промежуток, почему, задается вопрос, почему они не прославили, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Вот она, нецелостность, вот она, отсутствие этой целостности в жизни этих людей. И славу нетленного Бога изменили в образ подобным тленному человеку. «Целью этих людей стали люди». Вы знаете, и это огромнейшая из проблем, когда церковь воюет против друг друга. Когда в церкви воюем мы, и у нас оппоненты наши стоят люди. Но, братья и сестры, мы должны увидеть, что сегодня есть тот, кто обольщает. Тот, кто реально силен обмануть и поставить в очень тяжелое положение. И, в частности, мы здесь видим, что и написано, «но то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Интересно, какая трагедия происходит в жизни этих людей? И я хочу перед молитвой еще одно местописание, в этом же Тите прочитать. Это третья глава, и вот смотрите, одиннадцатый стих. Смотрите, как бы, что здесь написано. Это вы знаете о ком, но я, как бы, знаете, так, может быть, вырву из текста, но вот эти слова, они очень важно и стоят. Смотрите, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Никто не виноват в этом. Никто. И не надо искать никогда виновных. Почему? Потому что виновных только ищет тот, кто хочет украсть, убить и погубить. Именно в нем лежит эта отрава. Поэтому я хотел бы сегодня, знаешь, помолиться, чтобы вот это целомудрие, непорочность, чтобы вот это, знаешь, вот эта вот скромность, вот это вот, знаете, уклонение от сладострастных этих бесед, произношения сладострастных, двумысленных каких-то слов. Если ты хочешь сказать об этом прямо, скажи, скажи. Позови брата один на один или при свидетелях, ты это скажи, но не томись. Будь настоящим. Пусть Бог через тебя действует. И в первую очередь, если ты хочешь это сказать, я всегда говорю это сам себе, твоя правда, Дима, никому не нужна. Поймите, никому твоя правда не нужна. Тебе нужно понять одно, самое главное, если Господь этого хочет, Он обязательным образом это скажет. Но когда хочешь этого ты, может быть, иногда нужно сдержать свой язык чуть-чуть. Это тяжело, братья и сестры. И порой нам нужно вот в этом вопросе работать над собой, о чем и говорит Слово Божье, о чем и говорит апостол Павел, и подчеркивает буквально каждой категории людей. Пусть целомудрия. Пусть эта целостность, знаешь, неповрежденного ума прибудет сегодня над каждым из нас. Я хотел бы помолиться и просить Бога сегодня, в этот вечер, быть целомудренными, быть настоящими. Господи, помилуй нас. Может, иногда мы лишнее слово где-то сказали, лишнее что-то подумали. Не просто в каком-то страхе, знаете, сегодня, а в переживании о том, что моя личность, она же будет полностью просвещена. Когда я к Господу попаду, там уже не надо ничего будет говорить. Аминь. Это еще как бы перед людьми надо как-то правильно, знаешь, преподнести даже свою правду порой. Или то, что ты узнал, что, как бы сказать, очень сильная сторона оппонентов может это задавить. А у Господа все станет ясным. Поэтому не играем сегодня церковь, не заиграем с какими-то вопросами в своем разуме, не даем своему языку высвобождаться на какие-то, знаете, гнилые процессы или ненужные Богу, что они не решат никакого вопроса в жизни человека. Пусть Божья правда. Написано даже гнев Божий. Помните, да? Дайте это гневу Божьему. Тяжело порой. Господи, ну когда же ты там уже выпустишь свой огонь именно, да? Пойдем, говорит, мы сведем этот огонь. А он говорит, вы не того духа, помните? Не знаете даже, какого вы духа. Вы даже не знаете, какого вы духа. Поэтому сегодня, как важно, братья и сестры, понять это внутри, как-то осознать. Господи, каков я, Боже, действительно, люблю ли я детей, люблю я жену, люблю я мужа, по-настоящему, честно, брата своего в церкви, люблю. Или постоянно нахожу какие-то, знаешь, иногда представления такие, что у самого же бревно с глаза, представляете, ну бревно торчит, вот оно торчит у тебя с глаза, а ты ж туда с этим бревном еще и к брату же надо же как бы это вытянуть. А представляешь, как оно неудобно, когда это бревно с глаза торчит, а ты хочешь у него вытянуть маленькую занозу. Вот так оно и выглядит порой, братья и сестры. Давайте помолимся Господу, благословим Его, пусть Он нас благословит. Всемогущий, Боже наш, Господи, мы, Господи, читаем Слово Твое, Боже, и видим, Господь, действительно, как важно сегодня, Боже, быть непорочными, Боже, Господи, работать над Собою, Господи, дабы этот мир, Господи, он видел славу Твою, Боже, а дьявол был посрамлен, Господи, чтобы он был посрамлен, а не Церковь Божья, Господи, чтобы не поругалось имя Божье, Господи, среди народа Божьего, Боже. Да и нам сегодня врага видеть не в друзьях, не в ближних своих, не в братьях и сестрах, а порой видеть врага даже в себе самом, Господи, что я враг себе, язык мой враг мой, Боже. Я знаю, Господи, что порой, Господи, это борьба, Боже, Она против самого себя, Боже, потому что, Господи, победа, Господь, когда Ты, Боже, одолел врага внутри себя, драгоценных. Дай нам сегодня вектор направить в свои жизни, Господь, в чем мы сегодня не достаем, Боже. Может, нас сегодня любви не хватает, Боже, к детям своим, Боже, к женам своим, мужьям, Боже. Может, нам сегодня не хватает этих теплых слов, Боже, то подари нам, Боже, вот это вдохновление, Господь, чтобы мы, наполненные, Боже, и защищенные Тобою, могли иметь это великое благословение, Боже, сказать, Боже, и отстоять, Господь, Боже, Твою славу, Твою честь, Твою смерть на Голгофе, Боже, что Ты не просто так умер за каждого из нас, чтобы языки наши ходили по чужим спинам порой, Боже, дай нам милость свою, чтобы мы остановили, Господь, Боже, порой это течение, Господь, Боже, течение, которое не ведет нас, Господь, куда вело апостола Павла, когда он сказал, Господи, веру сохранил, течение совершил, Господь. Дай, Боже, благословение, Боже, чтобы мы понимали здравость учения, Боже, чтобы мы действительно, Господь, обуздывали язык свой, чтобы мы в сердце свое смотрели и заглядывали, как в зеркало с утра, Боже, подходя к нему, мы можем разглядеть все недостатки, Боже, то также могли взглянуть и на сердце свое, потому что оно порой же и лукавое, Господи, и силу свою показывает, Боже, и проявляет себя так сильно, Боже. Но помилуй нас, Господи, чтобы действительно совершенство целомудрие привело нас к созерцанию красоты Твоей. Мы драгоценны, прославляем Тебя в этот вечер, Боже, и просим, благослови нас, Господь, как Ты благословил брата Тита, услышать эти слова, Боже, написанные по вдохновлению Святого Духа апостолом Павлом. Дай нам, Господи, в этот вечер, Господи, созерцать, что к каждой категории каждого из нас относится, Боже, целомудрие. Это работа над собою, потому что в последнее время наступят времена тяжкие, Божие и предыдущие.